У нас, как правило, редко что-то заканчивается, потому что мы сами себя обеспечим в полном объеме, еще и торгуем на миллиарды долларов на все страны. Только в этом году больше сотни уже стран, с которыми мы имеем торговые отношения, с нашими продуктами питания. Поэтому, думаю, каждая ситуация, в ней разбирается и Министерство торговли наше, и правительство, и Министерство сельского хозяйства. И когда-то начинают немножечко баловаться, так в кавычках можно сказать, и сети, когда-то где-то логистика немножко дает сбой, когда-то кто-то умышленно раздувает какую-то проблему в средствах массовой информации, и это провоцирует такие вот скачки цен. То есть везде своя причина, но, как вы видите, все равно все возвращается на нормальную колью. Вы знаете, поручение получено, и всей линейкой продуктов по удобной для нас цене мы будем обеспечены. Будем это все четко отслеживать. То, что мы видим по цифрам, цены на продовольствие немножечко сейчас припали, немножечко снизились, но вместе с тем, за счет того, что мы в физическом объеме больше поставляем в большее количество стран, мы приросли экспортом, мы продали уже за 9 месяцев на 233 миллиона долларов. Больше, чем в прошлом году, несмотря на пандемию. Если так и прогноз приблизительный сделать, то даже ФАО отмечает, продовольственная организация всемирная отмечает, что в перспективе во всем мире будет дефицит продовольствия. Это взвиньте цены и так далее. Поэтому оцениваем, что рынок-то очень перспективный, но раз он перспективный и еще более денежный становится во всем мире, то, конечно же, борьба за каждую полку в каждом магазине будет обостряться в разы. Поэтому впереди интересная, трудная, но, я думаю, благодарная работа по наращиванию экспорта.